Здоровенькие булы, любители зверюшек! Забил гусениц и лягушек, и у нас видео, последние наши видео, все на тему энтомологии, насекомые, гусеницы, бабочки, и продолжаем опять мы на тему энтомологии, потому что нашлась гусеница, вот она здесь у нас, гусеница, смотрите, какая классная гусеница, она скрутилась вот в такое колесико, это гусеница малинного ссылкопряда, ой, я перепутал, не ссылкопряда, а малинного коконопряда, ну, коконопряд, ссылкопряд, они родственники, близкие, вот. Но это малинный коконопряд, потому что он делает, естественно, кокон, ну, гусеница делает кокон, а потом в коконе окукливается. Ну, в принципе, шелкопряд, он тоже делает из шелка кокон, ну, а это у нас делает тоже из шелка, ну, называется коконопряд. Вот, о, она развернулась, смотрите, какая красавица, какая она пушистая. Вот, и значит, что я хочу сказать, это не значит, что она питается малиной, значит, все только на малине, на малине, сжирает всю малину, ну, целыми толпами они идут по селу, заходят в огороды и полностью сжирают всю малину. Нет, нет, они в основном живут в лесу, вот, на таких растениях, как ежевика, ну, и, конечно, как и малина, но, честно говоря, вот, честно говоря, вот скажу вам по секрету, честно, что я никогда, вот в лесу у нас полно малины, ну, полно, можно пойти ведро малины насобирать в сезон, а вот гусениц на малине я там никогда не видел. Вот на полу, ну, на земле, на каких-то травянистых растениях лазят, лазят гусеницы. Вот, вообще, последние годы очень редко, я в этом году, вот, увидел эту гусеницу, так обрадовался, потому что я как-то говорил с другом, он говорит, вот, там где-то нашли много гусениц этих, как она прядов. А я говорю, да нету, у нас уже несколько лет не встречал, а тут, смотри, уползет. Вот, так я ее быстренько в банку и вот вам показываю. То есть, это не вредитель малины, хоть она называется малинный силкопряд. Вот, очень много растений всяких, лесных, она кушает, и не только язвику и малину. Вот, ну, ладно. В общем, что еще? Самое интересное, что эта гусеница, она вот в конце, не то, что, не хотел сказать в конце лета, не в конце лета, а в осени, вот, в конце осени, они, эти гусеницы, очень часто сидят и греются на солнышке. Ну, когда холодно. Сейчас у нас жарко, хоть и осень, но им не надо греться на солнышке, они скорее прячутся от солнышка. Вот, и эта гусеница зимует, не кокон, куколка зимует, а гусеница зимует. Вот, а весной она потом окукливается, ну, делает это же кокон, коконопряд, там окукливается, и через некоторое время, через там буквально пару недель выходят бабочки. Бабочки, как и у шелкопрядов, так и у коконопрядов, бабочки ничем не питаются. Они живут за счет жировых запасов, которые вот в гусенице были. Вот, бабочки спариваются, откладывают яйца и все так дальше. Развиваются гусеницы, все заново идет. Вот, вот такая у них тяжелая жизнь. Бабочки ничего не едят, а гусеницы живут сезон теплый, от весны до осени, потом зимуют и весной окукливаются. Вот, в общем, вот такая вот гусеница, если вы ее встретите, можете ее так погладить, она такая, такая прямо пушистая, пушистая. Ладно, в общем, гусеницу мы эту садим в банку, потом я ее выпущу, пусть окукливается, ой, пусть зимует. А вот здесь у нас еще коробочка есть. И знаете, что в этой коробочке? Открыть я ее не могу, потому что, потому что, будем ее вскрывать вот так. Сказали мне, что это очень хорошие ножницы, которыми можно делать обрезание. Вот мы еле-еле сделали обрезание коробки. И посмотрите, что у нас здесь прицепилось к этой коробке. Вот. У нас есть куколка. Бабочки. А вы по куколке определите, что это за бабочка? Ну, специалисты-энтомологи определят. А простые зрители, любители природы, которые не энтомологи, они могут не знать, что это гусеница. Это куколка бабочки, красивейной бабочки Махаона. Вот. Позавчера на дороге нашли гусеницу. Коробочку посадили, думал заснять вам гусеницу. Ну, у нас гусеница, кстати, Махаона есть. И это хорошо, что она быстренько окуклилась. И теперь у нас будет на видео еще куколка Махаона. А гусеница есть. А ссылка про гусеницу будет под этим видео. И посмотрите, какая гусеница у Махаона. А теперь вы увидели, какая куколка. Вот. И, о, видите, она хвостиком болтает. Ох, так двигается. О, двигается. Живая, живая. Вот. И эта куколка, она перезимует. И весной в мае месяце из нее выведется Махаон. Или в конце апреля. Ну, скорее всего, наверное, в мае, когда уже тепло. А вот эти гусеницы, я еще повторю, в том видео я говорил, а еще повторю, гусеницы Махаона, вообще-то многие любители огородов считают вредителями. Потому что они кушают петрушку и укроп. И другие дикие, и не только дикие, зонтичные растения. Такие же, как укроп, петрушка, морковка, валерьяна, сельдерей, ну, борщевик, там, разные зонтики такие вот белые цветы у них. Ну, у укропа желтые. Вот. И они очень часто попадаются в, вот, огородах на укропе, на петрушке. И, естественно, они уничтожаются. Но, так как они питаются не только домашними этими уродами, а укропами и морковками, которые на огородах у людей растут, то они все-таки выживают. Вот. И махаон – это очень красивая бабочка. И они малочисленные. Ну, не может такого быть. Вот капуста, допустим, вся покрытая гусеницами капустницы. Но нигде такого еще не было, чтобы весь укроп, вся морковка, вся петрушка была на огороде залеплена, засижена, обсижена, облеплена одними только гусеницами махаонов. Ну, не, ну, может быть, на большом участке, там, где растет куча этого укропа с петрушкой и морковкой, может, десяток этих гусениц вот в такой год, как у нас. У нас очень много в этом году летало махаонов. А много – это за день можно было встретить 2-3 штуки летающих бабочки. Ну, вот это много. Потому что вот так капустниц вот этих белых белянок можно десятками, сотнями увидеть за день. Вон, летает, вон, уже вижу. А махаоны очень редкие, так что они много капу... Ой, морковки ваши не съедят. Вот, так что, ребята, берегите природу. Если вы у себя на огороде встретите красивую гусеницу в одном экземпляре, ну, в двух, ну, в трех, ну, в пяти, на большой, огромной территории ваших посадок, то не надо их уничтожать. Это красота, она потом в бабочку превратится красивой. Вот, конечно, если вы встретите у себя на огороде вместо капусты, вместо морковки, вместо укропа одних гусениц, ну, тогда придется их травить. Ну, что же делать? Ну, я думаю, что такого никогда не будет. Это вам не капустница. Ладно, все, ребята. Любите природу, зверюшек, жаб, лягушек и людей не обижайте. Все, пока-пока.